К моменту революции 1917 года в Заинске были организованы 4 учебных заведения, но этого было очень мало. В Заинске учились лишь 260 человек. Безграмотность была повсеместна. Согласно переписи 1897 года, грамотой владели лишь 21% населения. Новой властью была поставлена задача начать борьбу с всеобщей безграмотностью и охватить учением максимально возможное население от 8 до 50 лет. В Заинске также в народном доме, тогда еще домов культуры, клубов не было, в народном доме, который находится рядышком, занимались жители Заинска, дети, взрослые, получали уроки, азы грамотности. Конечно же, программа была такая же, как в начальных классах. Первый ликбез в Заинске находился в одном из домов по улице Карла Маркса. По тем меркам дом был очень большим. Исторических свидетельств, кому он принадлежал, не сохранилось. В первые годы советской власти здесь был народный дом. До того, что здесь размещалось, так еще свидетельствуют, что здесь была народная библиотека. Но здание большое и вряд ли здесь размещалась только библиотека. В 1935 году, когда Заинск стал районным центром, образовался Заинский район. В этом здании вплоть до 1963 года размещался Заинский военный комиссариат. В начале 20 века, в 1913 году, в Заинске было открыто высшее начальное училище. Просуществовало оно до 1921 года. Время вносили свои коррективы. Советская власть к тому времени начала формировать единую систему. Коснулась она и образования. Все Заинские училища были заменены единой советской школой в совместном обучении мальчиков и девочек. С начала 30-х годов прошлого века в Заинске была организована неполная средняя школа – семилетка. В 1910 году в Заинске на улице Толстого была построена земская школа. Строили добротно из камня. Ее еще называли в то время каменная. Долгие годы здесь располагались учебные классы, школьная библиотека. Не утратило оно своей значимости и сейчас. Входит в единый школьный комплекс. В каменной школе были классы. Потом здесь рядом стояли обыкновенные жилые дома. Они были тоже заняты классами. В частности, в седьмом классе мы учились в одном из таких зданий на три класса. Три класса было в одном пришкольном доме. И где-то в конце 1930-х годов была построена большая деревянная школа, средняя школа. Но, как рассказывают очевидцы, выпускники этой школы, как Нина Сергеевна Королева, Анна Ивановна Моисеева, выпускники 1941 года, что перед войной эта школа сгорела. Строить новую школу начали уже после Великой Отечественной войны. Пока же школьников распределили по другим зданиям. Часть училась в здании училища, часть в здании властного управления. А часть школьников направили в дом знатного Заянца Илькова. Расположен он на перекрестке улиц Арджиникидзагазинура. Есть в истории Заянского образования так называемая Ильковская школа. Предположительно в 30-х-40-х годах после пожара основной школы детей начали учить в одном из частных домов очень богатого Заянского человека по фамилии Ильков. Сейчас здесь, конечно же, обычный современный дом и уже ничего не напоминает об этой истории. Во второй половине 40-х годов в Заянске началось строительство двухэтажной деревянной школы. Просуществовало оно вплоть до 90-х годов. Последние годы учиться здесь оставались только ученики с 1 по 4 класс. В 50-х-60-х годах по всей стране начался переход к политехническому обучению. Это соединение учебы и труда. На старых фото сохранилось начало появления школьного сада, который был на территории школы вплоть до начала 21 века. Перед руководством школы стал вопрос о том, чтобы детей разместить вблизи школы. И было выбрано вот это здание, бывшая контора купцов Стахеевых. Здесь разместился пришкольный интернат. Поэтому ориентировочно можно сказать, что это где-то ближе к 1940-м годам. Хотя по свидетельству заинских старожилов, якобы в годы Великой Отечественной войны здесь временно размещался детский дом для эвакуированных детей. Но уже после войны, когда эвакуированных детей отвезли уже на места их постоянного проживания, некоторые детей отправили в детские дома поближе в деревне, недалеко расположенной от Заинска. И наиболее такой, наверное, важный период в жизни пришкольного интерната – это 40-е и даже уже начало 70-х годов. К сожалению, да, этот дом уже пришел в полный упадок. Хотя здесь до революции размещалась контора знаменитых елапушских купцов Стахеевых, которые, кроме этой заготовительной конторы, имели здесь и торговые дома, лавки, и даже напротив Димитрова, нынешнего, на краю леса, была даже у них своя дача у Стахеевых. А вокруг, здесь, на территории, вокруг этого здания были огромные склады для хлеба. Они даже дошли до нас. Вот мы, ученики, знаем, что здесь в этих бывших складах зерновых, амбарах размещались какие-то уже помещения для инвентаря школьного, для школьной мастерской, и они стояли вот до недавнего времени. Были времена, а это 60-е годы прошлого века, когда в старой части города у школьников был и свой дом пионеров. Располагался он в здании волосного управления, что расположено на улице Красная площадь. Возможностей для, как бы сейчас сказали, дополнительного образования было много. Для детей работали кружки хореографии, драматического и изобразительного искусства, постигали дети азы и авиамоделирование. Времени стояло на месте, и в конце 60-х годов в Заинске начали строить новую школу, большую и современную, здесь же, на территории школьного ансамбля. 1 сентября 1969 года она начала новый учебный год. Совсем скоро старейшая в Заинске школа номер один отметит 180-летний юбилей.